Все те скромные, но все-таки очевидные успехи, которые мы за последние годы продемонстрировали в области развития медицины, охраны здоровья детей, они, конечно, становятся еще более скромными, когда дело касается деревьев. И именно для целей укрепления здоровья детей, живущих в сельской местности, развития медицины там, развития самых разных современных технологий образовательных и необходимых подобного рода совещаний, как наше сегодняшнее. Поэтому я бы согласился с тем, что нам нужно отдельное внимание уделять именно охране здоровья в сельской местности. Да, изначально люди, которые живут не в городе, они, может быть, даже более здоровы, но проблема заключается в том, что для того, чтобы получить элементарную медицинскую помощь, им иногда приходится преодолевать десятки километров. Ну а если говорить о приезде скорой помощи, если говорить о различного рода сложных операциях, это, в общем, дело для селян еще более сложное, чем для горожан. Нужно обязательно этим заниматься. Значит, я уже сказал, что мы с вами много посвятили этому времени, последнее время, значит, в последний месяц. Я обобщу все, что говорилось, и в ходе моего совещания, которое было на Черноморском побережье Кавказа по детскому отдыху и охране здоровья, и совещание, которое было с представителями некоммерческих организаций, которые занимаются детьми с ограничениями здоровья в Петербурге, и в ходе посещения различного рода медицинских объектов, как то было в Костроме, в Москве, в некоторых других местах, и нашего заседания комиссии по модернизации, которое было посвящено лекарственным препаратам, все эти результаты должны быть обобщены и представлены в виде сводного перечня поручений, которые я жду от правительства и администрации президента. А вам всем желаю успехов в вашей работе, особенно медикам, которые занимаются детьми.